Библейский портал экзегет.ру представляет 65-й Псалом, перевод российского библейского общества, переводчик Михаил Селезнёв, читает для библейского портала экзегет. 64-й, один из самых прекрасных, на мой взгляд, говорил о том, какой Бог удивительный и разный, о том, что Он смиряет воды морей и одновременно равняет землю для посевов, что Он укращает племена и одновременно наполняет стадами цветущие луга. Вот такой грозный и заботливый, такой великий и одновременно не забывающий о мелочах. А нам-то что? 65-й, начальник хора, песнь, Псалом. Не сказано Давида, в остальном такое же написание, как в 64-м. Может быть, действительно был какой-то Псалом, связанный с Давидом, а это некий комментарий на него, уже написанный потомками. Псалтирь ведь не сразу была написана, очень трудно себе представить, что царь Давид или кто-либо ещё сел и сразу 150 Псалмов написал за один присест. Нет, конечно. Или там не за один, каждый день по Псалму. Это книга, которая складывалась постепенно, собственно, как богослужебные книги и складываются. Многие люди пишут на протяжении значительного времени по разному поводу разные молитвы. Итак, 65-й, начальнику хора, песнь, Псалом. Славьте Бога, все жители земли, славьте имя Его, славьте Его хвалой. Скажите Богу, как грозны твои дела. Ты могуч, враги заискивают перед тобой. Да склонятся пред тобой все жители земли, да воспоют тебя, да воспоют твое имя. Поглядите на то, что Бог совершил. От деяния Его люди трепещут. Море в сушу Он превратил. Народ Его реку перешёл пешком. Будем пред Ним ликовать. Он могуч и правит вовек. Все народы пред взором Его, чтобы непокорные не восстали. Музыка. Ну, не забудем, что здесь Псалом достаточно длинный, поэтому, может быть, я некоторые вещи скажу сразу, а не как обычно в комментарии в конце. Вот, смотрите, в 64-м говорилось о том, как Бог смиряет волны морей, и здесь тоже море в сушу Он превратил. Народ Его реку перешёл пешком. О чём идёт речь? Об исходе из Египта и о завоевании Ханаана, когда через Чермное или Красное море перешёл израильский народ, а потом и Ордан, посуху Он тоже перешёл. То есть, смотрите, вот всё это величие Бога, это не просто величие ради величия, это величие ради нас. И Псаломопеевец говорит, все народы, прославляйте Его, все жители земли, пусть перед Ним склонятся, потому что вы видите, что Он делает для нас. По этому поводу можно сказать, и очень многие говорили в мировой истории, Бог с нами, Бог за нас, Бог на нашей стороне, покоряйтесь нам. А Псаломопеевец говорит, на Него посмотрите. Мы — это Его опытный полигон, мы — это народ, на котором Он показывает, как Он действует в этой истории. Другие народы, придите к Нему, и вам тоже всё это будет явлено. Благословите нашего Бога все народы, громогласно хвалите Его, Он сохраняет нам жизнь, а ступица нам не даёт. Вот снова та же самая тема, да, хвалите Его все народы, а мы — пример для других, не потому что мы хорошие, а потому что с нами Он так действует. Но нам всегда так легко, просто и хорошо. Боже, Ты нас испытанию подверг, переплавил в горниле нас, как серебро. Ты дал нам попасться в силки, наши спины на муки обрёк. Ты позволил врагу попирать наши головы. Мы огонь и воду прошли, но Ты вывел нас на простор. Приду в храм Твой со всесожжениями, пред Тобой исполню обеты, что изрёк я своими устами, когда был в беде. Всесожжение Тебе принесу, жирных баранов жертву сожгу, принесу жертву быков и козлов. А вот про испытания, да, то есть не сказано, что конкретно здесь так, как бы в общих чертах, то есть какие-то войны, нашествия, неприятности. Это всего лишь испытания, и это повод прийти в храм со всесожжениями. Это повод для молитвы, для исполнения ритуала, для того, чтобы вот в этой храмовой молитве восстановить все отношения, которые были разрушены. Опять-таки, это для других пример, не только это моя личная или моего народа проблема и решение. Послушайте все, кто боится Бога. Я расскажу вам, что Он сделал для меня. К Нему воззвали мои уста, и возвеличил Его мой язык. Если бы знал я грех за собой, то Господь бы не слушал меня. Но услышал меня Бог, внял молитвы мои, благословен Бог. Он молитву мою не отверг, и со мной милость Его. Ну, вот здесь один из тех псалмов, где псалмопеевец считает себя безгрешным. Он то говорит, я грешен, то говорит, я безгрешен. Для нас, конечно, второе немножко неожиданно, если мы с христианских позиций подходим. Но смотрите, вот даже в предыдущем, в 64-м, мы об этом говорили, там грех — это же какая-то мелочь по сравнению с величием Бога. И там говорится о том, что ты его прощаешь. То есть вот псалтирь не сосредоточен на теме греха. И иногда это звучит как такая самоуверенность собственной безгрешности. Но мне кажется, это можно понять иначе, как, скажем так, уверенность в том, что ничто не отделяет меня сейчас от Бога. Я, в общем-то, вместе с Ним нахожусь вот в этом пространстве, где мы вдвоем, и мой народ перед Ним, я не один, да, и вот в этом пространстве просто нет места греху там бессмысленно о нем говорить. Ну и некоторым продолжением, гораздо более торжественным, прозвучит следующий 66-й псалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok